Простите, не будет романтического включения. Как теперь такая эстетик, интерстерл, такая всё. Чего, блядь? Нет, такого не будет. Я сегодня буду переводить себя в порядок, потому что я выгляжу какую-то парашу. Нет, ну сейчас это более не нормально, но до того, как я начала снимать, было какое-то бээ. Так что, начинаем? Никогда не покупайте таких стаканов, правда. Ни кружек, ни чашек, ни стакан. Просто это невозможно. Моя комната сейчас выглядит примерно как-то так. Так что, начинаем. Класс, у меня началась энергия на пыль. Спасибо. Нет слов. Я сейчас убираюсь с маминой кровати и буду протирать ей те пыль. Жизон. Голос, жесть. Как по мне, эта комната сейчас выглядит очень даже презентабельно. Её вообще даже не стыдно, оказывается, показать. Но я сейчас буду убирать всё с этой стороны. Короче, экстренное включение. Мне мама заказала доставку плинтусов. Это типа четырёхметровая такая палка. Мне нужно будет её тащить снизу. Поэтому душ отменяется и все ванночки, маточки отменяются и откладываются примерно на полчаса. Вот. А так я убрала всю комнату, получается. Короче, принесла. Господи, я этот плинтус длинущий на всю квартиру. Чуть не сдохла. Достаточно. Попытка. Класс. В общем-то, я помылась. Я помылась отлично. Я ещё сделала себе скраб. Просто обожаю, собственно, честно. Обожаю этот скраб. Ну, там, короче, рецепт. Сейчас говорю тебе записывать. Берёте примерно 3 столовые ложки обычного сахара, примерно 1,5 столовые ложки мёда и примерно чайную ложку или половину большой какого-нибудь масла типа есть. Просто обычно туда фигачите растительно. Смешайте. Ох, спина. Это просто шикарно. Честно вам говорю. Ещё, пожалуйста, скажите какие-нибудь сериальчики, которые можно посмотреть на английском. Мерные уровни B1. Вот. Можно посложнее вот так вот, потому что мне нечего смотреть. Я всё пересмотрела. Пожалуйста, помогите. Я думаю, что сегодня я ещё сниму что-то типа Хаула. Ну, а-ля Back to School, да. Но это Хаул покупочек. Я вчера была в Алике. Ну, авиапарк. И единственный нормальный магазин, который я нашла, это был Нью-Йоркер. Я и раньше там достаточно много покупала. Но в этот раз это просто что-то, ну, блин, самое нормальное во всём ТЦ. И, кстати, Хендем открылся. Люди вы знали вообще, что Хендем открылся. Но я прочитала то, что типа он открылся, чтобы распродать все товары. Так что... Это недолгое счастье. Но Нью-Йоркер гораздо лучше, чем Хендем. По крайней мере сейчас, потому что в Эйчике какой-то ковно. Так что всем советую Reservit. Ну, так вот R, E пишется. И Нью-Йоркер. Вот. Единственное, два нормальных магазина. Там ещё есть Модис, но в Модисе всё как-то слишком, типа, дешманско выглядит. Без силы какого-то определённого. Только футболки нормальные. Вот. Так. Пытаемся стать человеком. В общем-то, первень из котов. Продолжаем делать дальше. И вопрос, конечно, что это. Но... Если сделать так, то получается домовённый Кузя. И вообще кайфово выглядит, мне нравится. Я сейчас буду готовиться снимать покупочки. Всем привет! Я сейчас в своём деле в разном. Я сейчас в видео, когда я буду показывать свои покупки. Так что... Давай начинать! Говорю, как истинный блогер, честно. Первая покупка, которую я совершила в этом, можно сказать, учебном году, в самом начале лета, это вот такие вот предметные тетрадки. Их тут 12 штук. Они все совершенно разные. И с офигенным дизайном. И с офигенным дизайном. Также я купила шоппер. Обычный шоппер, что сказать, из левета. Он очень приятный на ощупь. Просто. Он очень удобен в носке. Удобен в носке. Вот. Поэтому почему не взять? Советую. Стоит он в районе 400 рублей. Плюс, ну, сейчас он, возможно, подорожал. Что же я купила из одежды? А! Забыл ещё сказать. Я купила обычные тетрадки. Это просто тут сколько? Тут 6 обычных тетрадок. Просто совершенно дешманские, не особо нужные тетрадки. Как не особо нужные? Нет, очень нужные тетрадки. Очень. Лукс номер 2. Это такие серые штаны. Они с обрезанным нином, которые совершенно свободен. Лукс номер 3. Это точно такой же фасон, но только тёмно-коричневые штаны. Они очень приятные на ощупь, лёгкие и без начёса внутри. То есть они идеально подходят для лета и осени. Для ранней осени. И последняя покупка, которую я совершила, это Худис Бифри. Вот такой вот худи. Размера иксой. Это худи стоило 2000 рублей. Это очень дёшево сейчас для одежды, так как все магазины ушли, зарубежные магазины ушли с российского рынка, и очень удобно покупать в Бифри, также Ла Моди. Там представлено много брендов российских. Ну, про Ла Берес, я думаю, все знают, но мой... ой! Мой фаворит за вчерашний поход в авиапарк был, конечно же, Нью-Йоркер. Мне кажется, мало кто знает о Нью-Йоркере, так что всем советую. Подай водички. Обожаю пить воду. А во вкус видно, она самая вкусная, правда. Я тут всё бьюсь в попытках заснять эти штаны с пола. В общем-то, первый лук у нас очень уютный. это толстовка Be Free. Мне она очень нравится. Она средняя по толщине и она с лёгким начёсом. То есть, она не холодная, не жаркая, вообще, самое то, отличная. Второе, это у нас вот такие вот, как я уже показывала, обычные, спортивные брюки. серые точно такого же фасона. В принципе, серые штаны точно такие же, как я уже сказала, так что это, в принципе, единственный лук. Короче, всё, влог заканчивается. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok